Я узнала, что у меня есть крестный дядя с кучей бабла. Я бы уже выключил, пока ты про дверь 2 минуты рассказывал. У нас просто постоянно ходят кто-то, мужчины какие-то ядовцы. Она ничего не ест, она у нас такая же зажавшаяся, как и я, видимо. Вот это, пожалуйста, вставь фотографии. У нас есть еще 2 машины, квартира. Ее мама тоже считает, что Саша там избалованная. Реально ты будешь готовить ужин? Да, видимо, уже да. Да, конечно, ты так для ролика говоришь. Ты там час с камерой включаешь. Я ли там разобрался, как кнопку репки. Ты как фонарик-то, почини на камеру, чтобы красный горел. Люди не понимают, что ты снимаешь. Ходят просто как дурак вообще. У меня не слишком черные броверы. Броверы. Я просто... Привет, ты реально светил, чтобы просто видеть кнопки. У нас настолько плохое освещение. Андрей, пенсионеров. Так, простите, пожалуйста, у нас пенсионный фонд самый лучший. Ну все, начинаем. Давай, друзья, всем привет. Друзья, всем привет. Сегодня максимально нестандартный ролик. На моем канале. Потому что я расскажу о том, о чем вы задаете много-много вопросов последний месяц. С чего? Реально? Конечно. Это кого-то интересует? Да. Класс. Все пишут в комментариях под нашими сториз и постами, что же это за чудесный дом, в котором мы, видимо, уже проживаем. А, да? А ты бы сомневалась? Я узнала, что у меня есть крестный дядя с кучей бабла. И он уехал из Москвы в Лос-Анджелес и оставил нам дом. Вот это дом. Крестный дядя. Крестный дядя работает уже месяц, как здесь с 10 до 10. Я не снимал рум-туры, наверное, уже милли... Снимать-то было и не ясно. Я не снимал рум-туры уже миллиарды лет. Скоро доделается наша замечательная квартира. И я сниму обязательно рум-туры, если вы захотите. Ну, покажем. Что был за жест? Все, что был за жест? Замечательная квартира. И я съеду. Давайте уже покажем. Ты со мной будешь сейчас, когда квартиру пусть тут сделаете? Да. А может, ты ко мне тогда бельеешь? Куда? К твоей семье полный? Да. Да. Я реально, мне кажется, очень давно не снимала рум-туры. Поэтому давайте начнем. Мы это видео могли бы снимать завтра утром. И показать вам всю лужайку, всю красоту природы. Подожди, он сбегает играть в компы. Ну ладно, проведу, значит, одна. Вот. Но так вышло, что нам снимать нужно именно сейчас. Потому что вас можно снять только сейчас. Господи, бог твой. А я думала, я вообще тебя не видела. Я думала, пришел, чтобы вы понимали. У нас просто... У нас просто постоянно ходят кто-то, мужчины какие-то. Это правда. Ну нет, это неправда. Прикиньте, как сказали. Если находят какие-то мужчины, то это правда. В общем, два входа, как вы поняли. Все, поехали. Отходим. Подожди, реально, ты сказала, что у нас постоянно ходят здесь мужчины. Это правда? Ну, это правда же. Какие? На улице то, что я вам покажу... Все уже в этой двери. Давай дальше пойдем, пожалуйста. Давай, 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 смотрите. Это, в общем, декоративные дрова. Декоративная кошка. Нас тут не было неделю. Зарковая. Неделю. И поэтому кошка очень соскучилась. Теперь она постоянно хочет быть и с нами, и в кадре, и везде. Короче, это декоративные дрова, которыми нужно заправлять камин. Которыми пользуются один раз. А, наоборот. Не дай бог. Не дай бог это увидит Виктор, хозяин этого дома. Покажи ее просто. Она, ладно, ладно, она уже все... Виктор, который сказал, пожалуйста, только эти дрова оставьте, они декоративные. Их вырезали там 300 тысяч лет. Господи, это просто, ты... Ты как будто это просто... Ты так как... Я бы уже выключил, пока ты про дверь две минуты рассказывал. Смотри, что я не хочу на видео. Просто, просто зал. Вот это зал, прихожая, гостиная, телевизор, диван для своих людей. Это в зале небольшая переговорная. Тут мы перемещаемся в кухню. Шкафчики. Мы заказывали посуду. Саша, точнее, я их заказывал. Саша тоже заказывал. Саша просто здесь все разбирала. И она, в принципе, у нас тут за всем домом среди. Поснимай, поснимай. Тут мое личное желание радовать Сашу каждую ночь. И здесь у нас лежит куча шоколада Сашиного. Особенно 5 коробок Киткат. Она его очень любит. Тут у нас холодильник. Ну, я не успеваю. Вся еда с плесенью. Вот это да. Нет, дело в том, что у нас тут не было недели, и поэтому я даже не проверяла, что в холодильнике приехала. Убралась все проказы нашей кошки, которая полетную бумагу расклиначила по всему дому. Погнали дальше, я быстренько. Не, Ваня. Тут, 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 вот. Так, меня снимай. Зайчик, ну я тебя прошу, пожалуйста. Ой. А, я думал, ты хочешь показать, что ты подарил. Я это и делаю. Показывай. Мне Ваня цветы подарил. Посмотрите, тюльпаны, твои любимые цветы. Вообще, Ваня часто мне дарит цветы, я просто уже в сторис перестала это показывать. Тут у нас просто красивый стол, за которым можно посидеть, покушать, и тому самое, того самое поделать. То есть покушать. Все, двигаем дальше. Вытяжка, полки, кофемашина. Я единственная, что попросила Ваню, брала весь дом, говорю, Ваня, пожалуйста, можешь только единственная, брать колонку. Так же, так же колонка. Ну колонка нужна, типа, чтобы... Но она посередине стоит, и пылесос некрасиво. Саша хочет просто идеализировать этот мир, но мы тут живем, типа, йоу. У нас грязная плита, с жиром плита. У нас вообще не с жиром плита, мою ее каждый раз. Это ты последний тут готовил, когда меня не было. Я тут ничего не готовил, видишь, какие разводы. У меня тут не было 350 лет. Я приехала, и мы, вот грубо говоря, через час начали снимать. Я не успела даже ничего убрать. Плиту помыть. Хорошо тут нет, какое кошачьего... Чтобы вы понимали, воду цветов, я дарю цветы каждый год, значит, практически каждый, через раз в два дня. И они у нас тут стояли, и она не меняла воду. Цветы завяли за два дня из-за того, что Саша просто не меняла воду. А я все равно поддал эти цветы. Мать, ты взял? А ты что, слышишь, Саша? Ну, и жаль, она очень долго, это я уже 10 раз говорю, и поэтому посмотрите, сколько корма выспалась кошке. Она ничего не ест, она у нас такая же зажавшаяся, как и я, видимо. Но я не зажавшаяся. Вот тут, пожалуйста, вставь это ради вот своей семьи. Ну, объясни тогда это, что мама просто тоже считает, что я немножечко... Ну, я не хочу это говорить. Давай я скажу. Мама тоже считает, что Саша там сбалованная. Я? Я сбалованная. Так это не в этом проявляется. Это проявляется... В чем? В чем? В бокале. В бокале? Она сегодня-сегодня заявила, я не успеваю убраться. Я говорю, Саша, тогда найди клининг. Да, конечно, я просто временно это не могу найти такое. То есть ты не можешь найти время, просто написать человеку, скинуть мне номер, учитывая то, что я как бы там, ну, типа, просто уже там прийму этих людей, позвоню на Би, чтобы она открыла им дверь. На Би, объясни, кто это? Или думаешь, они должны догадаться ментально? На Би это просто человек, который во всем нам помогает. Это живая стена из моха. Это настоящий мох, который Эмилия постоянно сгрызает. Но я, короче, я сегодня посмотрел на это и просто, короче, представил, что представь, короче, что вот это, это просто макушки... Это просто макушки деревьев, короче, то, что по-настоящему это лес. Прикинь, типа, если это реально, ну, типа, сделанный лес, круто. Типа, если, допустим, сюда там какой-нибудь домик впихнуть и все такое. Вот это очень нужно рассказывать. Блин, ладно, это просто мои фантазии. Смотри, подожди, ты прошел, самое главное. У нас у Эмилии сегодня день рождения, я один год. Ты решила сделать из ее говна калачек и прикрепила ей на тену. Это называется кошачья мята, и кошки от нее дико кайфут. Ты подарила нашу кошку день рождения. Так я ей много чего купила, это просто одно из морковку. Морковку, да, морковку я видел. Еще всяких. Купили морковку. А тут, короче, у нас прихожая гардеробная, типа, что в курточки можно было кинуть. Просто совсем недавно переехали, поэтому у нас тут очень много чего не устроено, вы поймете это по верхним этажам. Ну, по третьему я бы не сказал, что не пойму, что у нас тут особо не устроено. Это ковринг, где кошка какала раз за четыре, но я все равно его сюда стелю и каждый раз стираю. Тут, короче, ну, душ. Мне очень нравится, как выглядит раковина. Просто раковина для меня, особенно на втором этаже в ванной, это просто резонанс. Я даже не успеваю 5 копеек свои вставить. Потому что я еще в прихожей мысленно. Пойдемте дальше. Второй этаж. Внимание. Кстати, мне нравится то, что здесь очень много света, очень много выключателей разных. Потому что я люблю свет, я не люблю поглядеть вновь. Она в шоке от этого. Тут наша спальня с Сашей. Это самая обустроенная, наверное, комната из всех, потому что вы даже увидите, поймете. Тут хотя бы есть подельное белье и плед. Но тут, типа, она для нас, а все остальные комнаты, это когда, типа, там, гости, студии, все такое, мы же не спим в разных спальнях. Ну, что сказать, нечего сказать. Какой классный, да, дельфин лежит. Это мне Ваня подарил. Да, ты так? Так надо было. Я очень люблю, когда мне Ваня не дарит мягкие игрушки, правда. Я очень люблю. Я очень люблю Ваню. О, он дрессированное. Тут такое красивое... Постельное белье. Да, это просто, ну, реально. Оно просто такого цвета, я не знаю, это лучшее постельное белье, которое у меня когда-либо было. Его нам подарила семья Саша, за что семья Саша огромное спасибо. Это причем одно из постельных бельев. Да, да, еще есть розовое, очень красивое. Но это просто, вот этот цвет, мне кажется, он такой божественный, я не могу это просто, вообще. На нем спать просто гораздо больше. Я, в принципе, обожаю все такие цвета, у меня и бэхов похожи. Ну, то есть, типа, такие темно-серые, темно-фиолетовые, вот такие. У меня, кстати, и БМВ. М-3, я в таком заседании. У него есть БМВ. Давайте дальше. Я ее очень часто пользуюсь, почему-то у меня руки просто с маникюром. Тут вот туалет, мы показываем настоящую жизнь, поэтому тут даже валяется полотенце. Ну, ладно, вот давайте так, и она его просто постирать надо. Ну, тут все захламлено, покажи вот это вот, вот покажи. Ну, все отлично, реально стоит. Скоро будут полочки и будут красивы, потому что я люблю чистоту, минимализм. Да, он... Все, когда, вот они так, все наставлено. Ну, тут просто, типа, ну, тут по-настоящему все-все стоит удобно, типа, мы тут живем. Ну, кому как, я же девочка. Ну, то, что, типа, то, что Дайсон, который я ей подарил, стоит на толчке, это да, это факт, что это странно. Во всем остальном, типа, все ок. Полки уже заказаны, чтоб все будет. А, реально? Да, реально. А как ты их собралась присверливать? Тут красиво включается свет, но он очень плохо как-то работает, я не разобралась, как. Я тоже, кстати, ты разобралась? Ну, нет, оно влагает, вот так вот. Тихо, тихо, пожалуйста, там взять. Так и надо. Сейчас так... Так и надо! Нет, я расскажу, помыл полы и решил, что вот это место для ведра. А я не знаю, где ты ведро взял, поэтому и не убираю. Оно уже вместе стоит. Классная хозяйка. Следующая спальня, наверное, вторая по обустроенности, потому что тут у нас спали гости. Поэтому тут хотя бы есть белье, какие-то, 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 как это комментировать? Какие-то улики. Ну, я же когда на тебя обиделся спать, ушел. Ну, правда, и надолго, на минут пять, но я очень обиделся и ушел спать. Ну, тут тоже очень уютная комната. Вообще, мне нравится, что тут, во-первых, везде окна в пол, во-вторых... Именно тут. Везде, в доме. В этом доме. Ладно, пойдемте дальше, тут уже нечего говорить. А, тут тоже, Саш, включаются эти штуки. Конечно. Голубые! Ладно, идемте дальше. Идем в следующую спальню. Ну, она типа, да, это реально отличается от других. Вот, тут вообще ничего, ничего, никакого постельного белья. Тут вот этот плен. Охренеть, тут красное. Ой, она мигает. Она еще и моргает. Балкон, покажи балкон. Дискотека с продолжением. Ну, расскажи уже про нее сама, я тебя жду на третьем этаже. Конечно, самый ленивый человек. Я просто пошел выбрать в компы. Это, короче, еще одна спальня, всего их четыре. Тут, собственно, то же самое. Всякие красивые штучки, светильники. Тут балкона нет. То есть, на самом деле, хотите, приезжайте к нам в гости. Мы с удовольствием всех примем, потому что места реально дофига. У нас еще не было такого, чтобы оставались люди и занимали все-все места в доме. Идемте на третий этаж. На третьем этаже есть много разных вещей, которые тут появились каким-то волшебным образом. Например, Ваня с компьютером. Ну, третий этаж, ты... Тут сам комментируй. Ну, типа... Комп купил. Посмотри, какой. Ты не знал. Посмотри, какой офигенный. Третий этаж, это прям чисто моя ложка. Все, я по-настоящему. Тут комп. Просто комп по-настоящему моей мечте. Он тянет просто любые игры, просто все летает. Я кайфую здесь тотально. И вообще с ней. Ну, я прям третий этаж, само собой, Саша, этот Саша все это дело тоже очень любит. Но я прям здесь исполнял свои мечты тотально. Я очень хотел бильярд, я очень хотел комп. Тут просто бильярд не обычный, а русский он называется, да? Да, он называется русский. Тут большие шары и маленькие лунки. Бильярд русский, но просто на нем по-настоящему очень удобно тренироваться и потом играть в американский. Ну, конечно, для меня бильярд это просто вообще. Давай, бей. Она забила. Правда, не шар обшарнуть, какая разница. Это даже так очень тяжело забить в русском бильярде. Шар. Ну, типа, шар в шар же нужно бить вот так. Кита. Лилия, пожалуйста, уйди. Сейчас я забиваю просто ради кадра. И мы идем дальше. Ради кадра надо хотя бы забить. Ну, сейчас, 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 я вот это забиваю сейчас спокойно просто. Иди, блин. Ой. Так живай. Да блин, ну как она забила, я нет. Ты попадаешь. Ваня, хорошо, очень, бильярд. Я реально попадаю, но просто, ну, сейчас, короче, не попал. Да, ну, ничего страшного. Это, собственно, да. Это баня. Это. Ваня. Это прозрачный душ. Я не знаю, для чего он сделал, потому что, видимо, когда мужчина выходит из бани, и вот ее надо, чтобы вот видеть, как все моются после бани. Нет, да, блин, Саш. А как? Да блин, ну, Саш. Да блин, это просто душ, блин, после бани. Это не эротик душ. За мной. Я не тебе это сказала. Это ужасно. Плюс один слуга. Короче, баня. Тут есть веники, тут есть камни. Баня маленькая, но уютная. Мы тут были, я тут была один раз, когда я очень сильно замерзла и просто грелась. Она электрическая, поэтому она очень быстро нагревается. Ну, собственно, смотрите, что у нас здесь осталось. У нас еще тут пустые столы, пустые диваны. Тут вообще пустая гардеробная. Тут ни... Че... Одеяло. Окна открываются вот так вот. И это очень опасно, потому что наша кошка, как вы заметили, ей вообще все равно, куда прыгать. Ей, типа, она видит какая-то дырка, а чтобы не прыгнуть, может, это черная дыра, может, там меня ждут. Поэтому у нас всегда все закрыто. Это же третий этаж. Вань. Вань, ну я тебе кричу, ты меня вообще не слышишь. Он, по-моему, не замечает, что мы здесь. Пусть играет, в общем, я пошла готовить ужин, который мне сегодня, кстати, обещали. Реально, ты будешь готовить ужин? Да, видимо, уже да. Да, конечно, ты так для ролика говоришь. Нет, я не брала, я не врала бы. Ну, я вообще-то готовлю, скажи честно. Ася, без шуток, очень вкусно. Ну, нет, ну, нет, ну, нет, ну, реально, я очень люблю, она очень вкусно готовит. Просто. Ну, я же готовлю часто. Ну, вчера готовила. Ну, вчера, как будто только вчера. Да нет, ну, вы две недели назад. Да не две недели назад. Все, Эмилия, пойдем. У меня папа, который уже заказывает. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ребят, пишите в комментариях, как вам дом. Лучше сними ролик за 7 дней, где ты каждый день мне готовишься, снимаешь обзор на блюда. Это, кстати, прикольная идея. Пусть один чувак напишет вот этот комментарий, просто поставьте на него кучу лайков. Есть классная идея, смотри, я тебе быстро расскажу, когда сейчас тренд, когда мама, когда он играет катку, и бежит к пацанам быстрее. Слушай твою идею. Мама и дочка готовят, а отец и парень угадывают, где чья еда. О, офигеть. Очень круто. Реально, давай, давай. О, офигеть, пока. Я тебя люблю, все. Всем пока-пока. Спасибо, ребят, пока. Пишите в комментарии. Он просто запихнул и бежал играть в КС. Я просто помешан. Как можно? Пацаны, вот объясните мне, как вы это делаете? Вы просто, ну, типа, я ненавижу эти компьютерные игры, вообще не понимаю их прикол.